Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава второй книги «Парлипоменон» или «Хроник», перевод российского библейского общества я читаю для библейского портала «Экзегет». И шестая заканчивается молитвой, собственно, она состоит в основном из молитвы Соломона при освящении храма, молитвы, которые одновременно проповедь, и смысл этой проповеди и молитвы в том, что храм становится местом встречи Бога со своим народом, местом, к которому он особым образом внимателен, и местом, куда сыны Израилевы приносят все, свою молитву, свое покаяние, свою просьбу о помощи, свое желание засвидетельствовать свою правоту, если идет речь о судебном разбирательстве. Принято ли это Богом? А как нам узнать? «Когда Соломон окончил свою молитву, с небес сошел огонь и поглотил все сожжения и другие жертвы». Постоянный мотив, он встречается несколько раз в Библии, самая известная история с пророком Ильей, конечно, когда жрецы Ваала не смогли, а он смог вызвать своей молитвой огонь с неба, то есть не просто человек зажигает, но сам Бог принимает в огне эти жертвы. Слава Господне наполнила храм, и мы уже читали о том, что это было некое облако, которое не давало священникам служить. «Священники не могли войти в храм Господень, потому что его наполнила слава Господне». «Все израильтяне, увидев, как сошел огонь, и слава Господне наполнила храм, пали на колени и простерли с ниц, воздавая Господу хвалу. Он благ, навек милость его». А это слова, которые уже звучали при освящении храма из-за священников, вот их подхватывает весь народ, да, что постоянно подчеркивается. Народ не просто присутствует, народ соучаствует. И все, что говорит Соломон или все, что говорит в какой-то другой ситуации священник, это всего лишь уста, которые выражают эту веру народа, а не вот здесь действующие, молящиеся, а вот тут зрители и присутствующие, да. Они тоже молятся, просто они не хором говорят, а говорит один. А здесь они хором повторяют эти слова, присоединяясь к ним полностью. И дальше формулировка. «Царь и весь народ совершили жертвоприношение Господу». Понятно, что не весь народ резал быков, видимо, этим занимались священники. Но это жертвоприношение ото всех. «Царь Соломон принес в жертву 22 тысячи быков и 120 тысяч баранов». Ну, прямо огромные стада. Так царь и весь народ торжественно осветили Божий храм. «Священники выполняли свои обязанности, левиты играли на музыкальных инструментах Господних, которые сделал царь Давид, чтобы восхвалить Господа, словами восхвалений Давидовых, на веки милости его». Снова эта формулировка «келя олям хаздо». Она, собственно говоря, и в псалмах у нас встречается довольно часто. И она такая вот очень формульная, на веки милость его. «Он с нами, и это навсегда». Вот самое главное, что надо знать человеку о Боге. Все остальное — это уже следствие этого знания. «Священники, стоя пред левитами, трубили в трубы, при этом присутствовали все израильтяне». Ну, понятно, что не физически все это. Старейшины, предводители народа. Но они, собственно говоря, представляют весь народ. Соломон осветил место посреди двора пред храмом Господа. Он принес там жертву всесожжения и жир пиршественных жертв. Ведь сделанный Соломоном медный жертвник не мог вместить такого всесожжения, такого хлебного приношения и жир этих пиршественных жертв. То есть уже они не только на жертвенники, но и посреди двора все это сжигают. Тогда Соломон устроил семидневное праздник, что весь Израиль, великое множество народу, собрался отовсюду, от Лево-Хамата до Египетской ложбины. Где Лево-Хамат мы даже точно не знаем, но это как от Калининграда до Владивостока. То есть у нас, конечно, страна гораздо больше, чем Древний Израиль, но вот две крайние точки. На восьмой день было завершение праздника. Торжества по поводу начала служения у жертвника длились семь дней. Семь дней продолжался праздник. В 23-й день седьмого месяца Соломон отпустил народ по домам, и все разошлись радостно и довольны тем, как много добра сделал Господь для Давида, Соломона и для Израиля народа своего. Важная тема, которая постоянно встречается, тема не только солидарности, но и радости всего народа. Это не просто какие-то события. Вот праздник, понятно, что в праздник у многих обязанности всякие. И это все такая, скорее, тягота, которую надо проскочить, да? А это радость, это действительно праздник, которому участвуют все. А так Соломон завершил строительство Господнего храма и Царского дворца. Ему удалось выполнить все, что он задумал сделать в Господнем храме и во дворце. Ну, все вместе, все вместе, все солидарно. А все-таки у Соломона есть и свои отношения. Вот солидарность не предполагает отказа от личности. Она предполагает сопричастность этой личности другим личностям, всему народу своей общине. А вот тут уже между Богом и Соломоном наедине. «Ночью Господь явился Соломону и сказал, «Я услышал твою молитву. Я избрал это место, чтобы здесь совершались жертвоприношения. Если я затворю небеса, и не будет дождя, если повелю саранча пожирать урожай, если нашлю мор на мой народ, если тогда мой народ именем моим осененной смирится, взмолится и устремится ко мне, отковратившись от злых своих дел». То есть не просто помолится, да, а смириться и отвратиться от злых дел. Важнейший элемент покаяния. «Я услышу их с небес, прощу им грех и пошлю в стране исцеления. Я обращу свой взор, прислушаюсь к молитвам, возносимым на этом месте. Я избрал и осветил этот храм, и имя мое вечно будет обитать в нем, и всегда будут обращены к нему очи мое и сердце мое. И если ты будешь служить мне, как служил отец твой Давид, и во всем будешь поступать так, как я тебе повелел, если будешь соблюдать мои повеления и законы, то я укреплю твой царский престол согласно договору, который я заключил с твоим отцом Давидом, сказав, твои потомки всегда будут на престоле Израиля». Вновь и вновь Бог говорит с израильтянами и с Соломоном с условиями. «Если вы останетесь верны, я-то не изменю, но можете изменить вы, и это нарушает договор». Крайне важная деталь, о которой все время забывают. Очень многие народы, войска, царства, правительства писали на своих гербах, лозунгах и даже военной форме «С нами Бог». И забывали добавить, если мы соблюдаем его повеление. И только пока мы это делаем. «Но если вы отступитесь, если забудете мое повеление и закона, который я установил для вас, и станете служить и поклоняться другим богам, то я изгоню вас из моей земли, которую даровал вам, и отвергну этот храм, который я сбрал для имени моего. Тогда все народы будут глумиться над ним и поносить его. И тогда, как бы ни было, он теперь великолепен, всякий, кто пройдет мимо, ужаснется и присвистнет, и спросит, «А чего так обошелся Господь с этой страной и с этим храмом?» Ему ответят, «Оттого, что забыли они Господа, Бога своих отцов, который вывел их из Египта и последовали за другими богами, стали поклоняться им и служить им. Вот за что оброшил на них Господь все эти беды». Зачем говорить о бедах в такое торжественное время? А потому что действительно за человеком выбор, две дороги пути жизни, путь жизни и путь смерти, как об этом потом уже в новозаветные времена скажут учения 12 апостолов, ну, до этого еще далеко, но это есть и в Библии не раз, да, выбор пути зависит от человека, от Господа зависит его верность, но в ней сомневаться не приходится.